Говорит Москва Утро 6 марта 1953 года Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза Совет министров Союза СССР и Президиум Верховного Совета Союза СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни Собаки собачья смерть мне достаточно упасть и умереть лежа мне достаточно я это мужчина товарища Сталина застали лежащим на полу нет, говорили, нет застали лежащим на полу первый пришел туда Берия и это потом то ли писали то ли сплетничали но все знали то он упал он лежал на полу и никто, он никого не вызвал Берия и неизвестно может он что еще подсыпал ему он его стал бояться перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина сначала он болел мы в школе были и вдруг Сталин умер а у нас урок физкультуры был мы сидим хохочем а преподаватель физкультуры говорит вы что смеетесь Сталин умер а вы смеетесь мы так хохотали что нам все равно было я домой пришла я говорю, мам, как мы будем дальше жить Сталин мы решили, что без Сталина вообще везде Сталин он прям руководит нашей жизнью а она говорит, ничего как жили, так и будем жить ну конечно, в общем-то, радость я не танцевала, не прыгала но, честно скажу, радость радость не такая вот, ура конечно, я от восторга не знала, куда деваться я боялась даже идти в корпус к детям я боялась, что у меня на лице написана улыбка от уха до уха я делала лицо скорбное в сердцах миллионов людей острой болью отозвалась горе сновесть я пришел на второй урок и сказал там Сталин что-то с тем такое случилось да, не может быть это вообще не может быть все зашевелились побежали за газетами которые в этот день позже вышли народ стоял около киосков я к этому отнесся я еще не понимал, что нас ждут большие перемены открыто, говорят, ну придет другой такой же перемен в эти сгорные дни все народы нашей страны еще теснее сплачиваются великой братской семье у нас в квартире жил человек, он был главным бухгалтером вот как тогда интересно люди жили главный бухгалтер министерства здравоохранения жил в коммуналке с тещей и вот я в 6 часов выхожу на кухню говорили эти тещи Клаве Васильевне а Сталин умер она мне говорит да, так спокойно я говорю, ну да вот только что передали по радио она говорит вот видишь какие дела а Иван Васильевич сегодня кофе не стал пить в траурном уборе нефтяные вышки Баку вот 6 марта 1953 года то есть на другой день как Сталин умер, да? ну это письма когда мама уже была в ссылке сами понимаете как она была настроена по отношению к Сталину тем не менее она пишет такое ужасное горе умерся Сталин мы тут все рыдаем вообще и плачем я это когда прочла я просто чуть со стола не упала сегодня настроение очень плохое в связи со смертью великого вождя товарища Сталина я только что пришла с митинга с травмного митинга воображаю как вы это переживаете будем еще лучше работать и этим докажем свою преданность у меня ничего нового а? хорошо? глубокий траур одерись города и села советской страны на улицах столицы в центре и на окраинах возник бесконечный поток людей устремившийся в этот день траура к дому союза был заполнен Камергерский переулок была заполнена Дмитровка значит кусочек бульварного кольца до трубной площади а весь остальной город в этом участие не принимал какое это будет соотношение Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся Москва четко раскололась котел который кипел около колонного зала и там в сторону трубной площади и весь остальной город я ездила в этот день по всему городу никакого ощущения что что-то произошло не было а вот эти истерические вопящие толпы около колонного зала были когда люди проходили через колонный зал их выгоняли аж за белорусский вокзал чтобы они по цепи они уходили туда а ввиду того что мы здесь жили нас пропускали обратно и было соревнование кто больше пройдет делать нечего было все заблокировано школа не работает я прошел 18 раз мимо гроба у гроба лождя собрались его верные ученики и соратники руководители партии и правительства члены семьи товарища Сталина члены центрального комитета партии партийные и советские руководители союзных республик когда он умер ну не то что ну я там ну в общем я тоже хотел посмотреть на его гроб ну поскольку я жил на тишинских районах я знал все там ходы и выходы мы вышли на трубную площадь и вдруг сверху народ попер и нас начало крутить и я понял мы с приятелем значит мы краю, краю, краю а все автобусами закрыто представляете выйти некуда значит и грузовики я дошел до грузовика и впрыгнул в кузов и мой приятель впрыгнул мы поняли что надо удирать открылась какая-то щель приехали медицинские машины и мужики говорят помогайте и мы таскали людей которые в омороке были там помогали выйти в эту щель так я и не дошел никуда на трубную все кончилось подходим к трубной площади нас останавливает мы стоим минут 20 и вдруг мы видим отсюда выезжает один грузовик потом второй грузовик и в нем вот такой вот конусом вот так вот конусом посмотрите набросана обувь обувь причем вот от таких вот туфелек вот до таких вот это все посолите машины обуви детская женская мужская посолите колонна замерла а где же люди так переворачивали даже эти машины настолько понимаете народ озверевший был залетали в квартиры и кричали как так сказать перейти на следующее здание или тут проход или черный ход в общем был что-то жуткое велико народное горе в глубокой печали проходят перед гробом советские люди нас заперли до 3 дня мы не выходили на работу а потом погнали я тоже думал лучше будет или хуже вот и все не дай бог чтобы нас ну боялись основном в основном боялись самоуправства потому что смерть со смертью Сталина мы боялись что будет ожесточение против антисоветчиков что вот мол Сталин умер а это может быть вы виноваты в этом замешанные шел разговор только кто вместо него встанет если будет Калинин если будет еще там кто-то ну конечно дедушка это он старый со сбородкой такой он добряк он нас всех отпустит на все четыре стороны а другие говорят шлепнут шлепнул да обязательно это у нас был радостный день вот но это так уже чувствовали понимали и радость не проявляли открыто можешь угодить в барак усыденный режим или карцер или как назвать так штрафные лагеря где ты находишься в камерах и у тебя 25 и никакого варианта вроде выбраться и тут умирает вот этот вот этот я понимаю что не нахожу слов дальше умирает Сталин я помню до сих пор как подходит майор Ванюхе начальника отдела борьбы с бандитизмом говорит что Туманов гуляешь я говорю гуляю гражданин начальник а такая знаешь проволочный проволокой колючий дворик он так улыбается у него интеллигентное лицо несмотря на должность начальника отдела борьбы с бандитизмом вот знаешь такое лицо очень и улыбается и говорит ус хвост отбросил Сталин значит умер на жаргоне они тоже все говорили на жаргоне я так немножко одурел я говорю гражданин начальник вы что серьезно он говорит разве такими вещами шутят я бросил гулять влетел в камеру оттолкнул этих надзирателей никто ничего не понимает мне еще минут 15 гулять понимаешь влетел и значит прокричал там волчки Сталина сдох ну в общем и все естественно понимали что что-то должно случиться миллионы сидит в тюрьмах ни днем ни ночью не замирает мерное как накат морских волн движение на улицах перемыкающих к дому союза в один из этих дней по-моему это было 8 марта 8 марта не было праздником был день рождения у какой-то девочки на Таганке я помню ну день рождения он святое дело тем более молодые а еще оставались матрацы которыми завешивали окна во время там атак немецких вот мы завесили окна этими матрацами и отмечали ее день рождения с танцами и поцелуями утро 9 марта 1953 года как раз мы жили на поселке Кадыгчан это было такое всемирное горе в нашем клубе тут разница 8 часов времени и 8 часов вечера тут наверное было 12 часов дня в клубе собрался весь вольный народ в клубе и мы пионеры в галстуках стояли в первых рядах и по радио транслировали всю эту церемонию там я даже помню Берия что-то там взахлёк чуть ли не со слезами там что-то говорил народы нашей страны могут быть уверены в том что коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят не пощадят своих сил и своей жизни для того чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства я была в детском саду в последней группе но я была на год старше нас всех выстроили это же 5 марта около кабинета директора на улице и пока шла мальчиков сняли шапки всем по 5 по 6 лет и пока шла демонстрация там похорон дети мы все стояли по стойке смирно около открытого окна кабинета директора из которого доносились самые все с красной площади дети маленькие не пописать не отойти ничего вот что хочешь то и делай большое горе пришло к нам умер наш дорогой отец наш учитель товарищ Сталин мы росли озаренные доброй ласковой улыбкой вождя первым словом которое мы научились говорить и писать было вместе со словами папа и мама имя Сталин советские пионеры клянутся что они свято будут выполнять заветы вождей учиться учиться и учиться все встали гимн там играл и все встали мы рыдали все в три ручья все дети и взрослые ну кого я видела женщина как мужчина может и не плакали мы стояли потому что в первых рядах ну мы-то ревели белугой полностью все искренне понимаете потому что Сталин как же теперь без Сталина мы в телевизоре мы видим вот как люди тут в Москве плакали вот я не понимаю это там плакали никто не плакал наоборот они были очень все сказали сейчас будет лучше когда умер Сталина мы плакали с мамой но мы его не жалели мы плакали от страха кто еще кто еще может еще хуже будет понимаете вот так плакали знаете кто плакали весь советский народ плакал а у меня другое запомнилось когда зэки на плацу шапки кидали кверху и говорили слава богу этот кличка у него была знаете какая у сталинских Гуталинчик это его была кличка непосредственная Гуталин манючий я хорошо даже помню даже сейчас вы меня спрашиваете а я вижу двух грузин которые ну лизыгинку танцевали но молча проявляли значит на них смотрели видели тоже радовались эстонки малолетки носились по лагерю СССР 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 что такое вообще они глухонемые были не разговаривали с нами а тут СССР СССР но все-таки отравили одну и спросили смерть Сталина спасла Россию уже в этот день я не увидел портреты Сталина у себя в комнате я потом через пару дней увидел что он лежит стеклом вниз пора выполнить решение партии правительства принятое в марте 1953 года то есть умер Сталин и тогда вот в этой обстановке вселенского горя все плакали народы я всем говорю вы помните когда Сталин умер что теперь будете делать когда Путин умрет гроб с делом Иосифа Вестерионовича Сталина устанавливается в мавзолею рядом с арктофагом Владимира Ильича Венина Народ прощается со своим вождем другом учителем отцом такой стон шел поделен так я вместе с детьми плакала в школе мы все стояли у портрета со слезами и я стояла потом я пришла домой а там ствол накрыт и все говорят ура праздник большой усатый накрылся на следующий день заявилась моя бабушка с тортом с какими-то бешеными конфетами вся из себя такая дама просилась у директора меня забрала отвела меня в лес а мы в лесу за городом были в детском саду отвела меня в лес нашла пенек накрыла скатертью и держала передо мной речь что если ты думаешь что он попал в рай никогда этого в жизни не будет такие люди как он только в аду он уже сейчас жарится то есть я вот я помню что кушай деточка кушай и я этот торт наворачивала это был сегодня великий день сказала она сегодня он наконец помер сквозь грозы сияло нам солнце свободы и Ленин великой нам путь озарил нас вырастил Сталин на верность народу на труд и на подвиги нас вдохновил и на на Субтитры создавал DimaTorzok